здравствуйте сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме теме которая касается отношений мужчины и женщины как создавать гармоничные и счастливые отношения что сегодня мы видим нашем обществе что существует огромный процесс разводов этот процент существует огромный процент разводов этот процесс сегодня можно назвать устойчивым потому что он превышает 70 процентов заключенных брачных союзов хотя само слово брак тоже накладывает отношения на этот союз на этот процесс брак он везде является браком то есть это не полноценность это тоже не случайно раньше девушку которая готова была к таким отношениям глубоким семейным потому чтобы строить семью потому чтобы воспитывать детей в правильном ключе называли веста но сегодня мы видим такое положение дел когда девушки приходящие в дворец бракосочетания называются невестами они действительно являются невесты они не знают как создавать этот гармоничный союз и этим знанием их никогда не обучать кроме того один из самых неблагоприятных дней для заключения союза является суббота в этот момент проявляется энергия планеты сатурн шани но большинство браков заключается в субботу если кто-то подумает что это случайно он ошибется на самом деле все закономерно таким образом создаются модели при которых мужчина и женщина находится не в гармоничных отношениях а наоборот состоянии внутренних напряжений и конфликтов тогда они как я уже говорил излучают особый вид энергии низкочастотный вид энергии который называется гавах этот гавах является прекрасной пищей для паразитирующих систем посмотрите что происходит в субботу люди идут заключать брак причем женщина которая должна знать каким образом создавать семью является невестой у нее нет никаких знаний и в то же время сегодня мы имеем возможность доступа к удивительно совершенно невероятным по мудрости и силе знания раньше эти знания практически были недосягаем но мы живем в такое время когда эти знания пытаются закрыть за мощной лавиной другой информации существует множество курсов я думаю вы знаете об этом где женщин учат манипулировать мужчинами именно манипулировать не служить мужчине а манипулировать мужчин там их учат облизывать всевозможного рода предметы строить глазки кокетничать поднимать уровень тестостерона но на этих курсах не идет речи о духовности о самом смысле человеческой жизни о том что человек прежде всего представляет из себя духовную систему и уже потом эта духовная система облекается в более плотную материальную форму для того чтобы создать счастливые гармоничные отношения необходимы знания если у человека нет знаний как пользоваться компьютером и этому человеку дать сегодня современный компьютер вообще не поймет какие кнопки для чего там существуют а человек это та же система еще более сложная чем компьютер но и у него существуют такие механизмы и такие клавиши нажимая на которых мы будем извлекать очень приятное благозвучие но если не знать как настраивать этот инструмент если не знать каким образом устроен мужчина каким образом устроена женщина то будет происходить только конфликт давайте разберем сегодня основные аспекты построения счастливых отношений конечно это целая наука и мы с вами будем постигать основы этой науки на ближайшем мероприятии который пройдет в санкт-петербурге это фестиваль джи эль торсиста и там несколько часов будет посвящено чтобы вы законспектировали эту тему правильного и гармоничного построения отношений между мужчиной и женщиной потому что это влияет не только на вас это влияет на ваших детей и на весь ваш род вернемся к тому что и мужчина и женщина представляют собой энергоинформационную систему и в этой энергоинформационной системе существуют такие энергетические центры они называются чакры современная медицина еще не признает наличие чакр это так забавно доктора наук говорят я часто общаюсь с представителями медицины они говорят вот я если есть у человека печень мы можем ее потрогать мы понимаем что ее можно лечить именно лечить легка лечить а если я не вижу этого энергетического центра то как я могу его лечить действительно современная медицина еще очень далека от тех знаний которыми обладало человечество много тысяч лет назад но замечательно что существует сегодня и альтернативные виды я не предлагаю отрицать современную медицину хотя она основана в основном на коммерческой составляющей я предлагаю когда надо пользоваться ей но знать человеку необходимо гораздо больше так вот мужчина имеет 7 основных энергетических центров чакры и 7 основных энергетических центров имеет женщина однако эти чакры работают у мужчины и женщины по-разному одна чакра у мужчины работает на отдачу а у женщины это же чакра работает на прием энергии если эта чакра вторая работает у женщины что у мужчины на прием мы сейчас с вами разберем эту ситуацию чтобы вы поняли какие ошибки допускают мужчины и женщины если они не понимают этого если они начинают предъявлять друг другу претензии просто не осознавая как движется энергия сегодня я поделюсь с вами несколькими секретами но прежде всего давайте рассмотрим как действуют эти две системы энергоинформационная система первая нижняя корневая чакра она называется муладхара и у мужчины она работает на отдачу а у женщины на прием женщина принимает энергию а мужчина на этом уровне на первом корневом осуществляет безопасность и продолжение рода если женщина не готова воспринять эту энергию и она не доверяет мужчине она не чувствует себя в безопасности то тогда она энергию блокирует что остается мужчине чтобы сбросить это энергетически и наку накопленный потенциал он либо выпивает принимает алкоголь либо интоксикацию либо проявляет это в какой-то агрессивной форме в драках или в подобного рода проявление агрессии но если женщина уважает мужчину любого мужчину как представителя вида доверяет ему то женщина оказывается в безопасности и никогда мужчина не проявит к ней агрессии потому что она понимает как движется энергия на первом уровне энергия прошла к женщине она ее сублимировала подняла на второй уровень чакра называется суткисхана и женщина уже отдает энергию в качестве уюта удовольствия приятных ощущений здесь вторая чакра суткисхана мужчины эту энергию взбирает себя и поднимает выше на третий уровень чакра манипура мужчина на уровне 3 чакры манипура который отвечает за процветание и за богатство отдает женщине энергию в качестве подарков в качестве денег подумайте мужчина делает подарки женщине а не наоборот слышали таких случаях когда женщина говорит я ему подарила машину я закрыла его кредиты на самом деле в этот момент женщина перекрыла энергетический канал и стала взращивать альфонсо такого такого допускать нельзя для построения гармоничных отношений женщина не просто делает подарки не просто дает деньги мужчина не просто делает подарки не просто дает деньги женщине он инвестирует энергию и это знают по-настоящему богатые люди потому что все эти деньги возвращаются к мужчине при умножении энергия поднимается выше на уровень 4 чакры анахата и женщина отдает мужчине безусловную любовь безусловную она не говорит мужчине как нужно делать, как себя вести. Она не унижает его, не получает его, потому что в этот момент, если женщина получает мужчину, она блокирует правильный поток энергии. И сколько женщин, ощущая свою правоту, начинают мужчину ломать на энергетическом уровне. Мужчине нужно пройти свой опыт. Мужчине необходимо совершить все ошибки, которые он должен совершить. И если женщина в этот момент, условно говоря, бьет его по рукам, начинает показывать свое какое-то ментальное, мнимое превосходство, она начинает разрушать союз. И мужчина либо становится подкаблучником, либо начинает жене изменять, либо начинает принимать алкоголь. Все потому, что женщина не знает, что энергия на этом уровне, на уровне сердечной чакры, должна выражаться в форме приятия и безусловной любви. Дальше энергия поднимается выше. Эта чакра называется вишутха, она находится в горловом центре. И она отвечает у мужчины за взаимодействие социумом. Когда мужчина наполнен этой энергией, которую ему подарила женщина, он начинает достигать в социуме успеха. И этот успех он посвящает женщине. Он называет именем женщины гостиницу, он именем женщины называет яхту, он называет именем женщины картину, звезду, песню, потому что у него есть потребность таким образом выразить свою благодарность. Женщина принимает на этом уровне энергию, она поднимается выше, поднимается на уровень чакры третьего глаза. От вишутхи она идет к чакре, которая называется аджна. И у женщины открывает энергия чакру третьего глаза, аджну. Она начинает проявлять сверхспособности. Они называются ситки. Эти сверхспособности, они даруются в большей степени женщинам. Они могут быть провидицами, они могут быть интуитивными защитниками. И женщина осуществляет эту интуитивную защиту. На уровне аджны энергия переходит к мужчине, потому что он теперь ее принимает. И две чакры, которые называются коронными чакрами, чакра называется на санскрите сахасрара, они начинают работать вместе и у мужчины, и женщины. И тогда и женщина, и мужчина становятся единой системой, единой, невероятно более мощной, чем каждый из них по отдельности. Вся вселенная ликует, когда мужчина и женщина достигают такого состояния. Но это работа. Это труд. И если мужчина находится в состоянии претензий к женщине или к женщине или женщина находится в состоянии претензий к мужчине, то никогда этот союз не станет полноценным. У мужчины свой паникийный аппарат, а у женщины свой паникийный аппарат. Они совершенно по-разному видят мир и совершенно по-разному его воспринимают. Но если союз не является полноценным, то начинается тогда внутренняя борьба за энергию и борьба за власть, которая приводит к большому количеству конфликтов. Сегодня удивительное время, когда и мужчина, и женщина могут быть полноценными системами. И эти две полноценных системы, соединяясь друг с другом, создают союз, сверхсоюз. А если женщина является все время потребляющей или мужчина хочет использовать женщину, просто используют, то никогда этого сверхсоюза не произойдет. Далее, когда мужчина и женщина соединяются, им необходимо оговорить общие ценности. Это такая синхронизация. Настолько это важно, потому что среди ценностей, существующих у человека и у человечества, есть различные видни и различные приоритеты. Для кого-то наибольшей ценностью могут быть деньги. Для кого-то наибольшей ценностью может быть профессиональная деятельность. Для кого-то наибольшей ценностью может быть здоровье. Здоровье, деньги, семейные отношения, карьера, отдых, хобби. Ценности разные. Если мужчина и женщина не сели и не говорили этих ценностей, то между ними могут начинаться конфликты. Каким образом это сделать? Просто сесть друг рядом с другом и проговорить. Кроме ценностей, мужчина и женщина в этом гармоничном союзе обладают еще и общими целями. Ценности, цели служат тому, чтобы мужчина и женщина стали целостным организмом. Когда мужчина и женщина имеют общие ценности и общие цели, то энергия начинает увеличиваться многократно. Что нужно для этого сделать? Прежде всего, начать изучать программы, которые дает сегодня Торсистам. То, что вы сегодня получаете, является синтезом, глубочайшим синтезом духовных, научных и практических знаний. Это сегодня все переплавлено. Это все сегодня найдено. Вот эти жемчужины, вот эти самые сильные, главные, важнейшие механизмы сегодня поддаются современным языком. И тогда мы видим совершенно другие гармоничные отношения, яркие, сочные, которые способствуют главным задачам и мужчины и женщины. Сейчас я чуть-чуть вам расскажу о предназначении мужчины и предназначении женщины. Каким образом они соединяются? А если вы будете находиться на нашем семинаре, не семинаре просто, а даже, я скажу, на нашем фестивале, потому что это фестиваль обучающий, мы сегодня предлагаем удивительную новую форму. Она звучит так. Развлекаясь, развивайся. Развиваясь, развлекайся. Это атмосфера, когда вы получаете массу удовольствия, когда освобождается один вид энергии, накапливается другой вид энергии, и вы во время такого и яркого эмоционального подъема получаете важнейшие сакральные знания. Этот фестиваль будет проходить в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июня этого года. И для тех, кто желает действительно преобразовать свою жизнь, кто готов ехать за знаниями, потому что эти знания имеют невероятную ценность. И эту ценность ни с чем нельзя сравнить? С чем можно сравнить здоровье ваших детей? А ваши дети реагируют, очень сильно реагируют на отношения папы и мамы. С чем можно сравнить счастье гармоничной семейной жизни, когда отсутствуют конфликты, а есть грамотные механизмы их разрешения? Сейчас я вам хочу рассказать еще об одном очень мощном моменте, очень мощной практике, которая называется милование. Во время милования мужчина и женщина при определенном положении рук, при определенном положении тел, а об этом мы будем говорить у нас на нашем мероприятии, начинают обмениваться информацией и энергией и общаться на языке, на языке без претензий, на языке, который можно сегодня назвать я-концепция. То есть женщина говорит, когда происходит вот это, я чувствую вот это. И мужчина благодаря правильному энергообмену эту информацию перерабатывает и изменяет свою тактику в поведении. И мужчина говорит женщине абсолютно искренне, я чувствую вот это и это, если происходит вот такое-такое событие. Практика милования позволяет мужчине и женщине не допускать серьезных конфликтов. Это тоже важнейшая практика, которую необходимо освоить. Но давайте сейчас проговорим об основном предназначении мужчины и женщины. Предназначение, которое называется дхарма. Предназначение мужчины заключается в том, это основное предназначение мужчины, чтобы достичь максимального, максимальной реализации в социуме, а максимальной реализации в социуме он способен достичь только тогда, когда он понимает свою профессию и понимает свое предназначение. Так вот, предназначение мужчины заключается в том, чтобы достичь максимальной реализации в социуме и в духовной жизни. В духовной жизни. Почитайте письмо Стива Джобса, величайшего человека, к которому я отношусь с огромным уважением и благодарностью. Мы сейчас пользуемся благодаря Стиву Джобсу вот этой связью. Передо мной макбук, и я очень люблю эту тему, которую называют люди яблочные. Сегодня его дело живет, но этот человек, который оказал огромное влияние на мир, ушел из жизни неудовлетворенным. Почитайте его последнее письмо. Почему? Потому что он не владел знаниями, которые мы с вами сейчас рассматриваем. Огромное количество, казалось бы, успешных людей не знают об этом механизме, о котором я сейчас вам расскажу. И вы будете уже, вы уже будете после этого вебинара иметь преимущество перед множеством людей. Но если вы начнете еще и практику применять в построении этих отношений, то вы выйдите из брачного союза и создадите настоящий гармоничный, счастливый союз. Это будет не брак, это будет симфония чувств и радостной жизни. Так вот, предназначение мужчины, его дхарма заключается в том, чтобы достичь максимальной реализации в социуме и в духовной жизни. Он, выполняя свою дхарму, а я говорил вчера о девяти функциях, пересмотрите этот вебинар, в том числе и профессиональную дхарму, достигает состояния артхи. Выполняет дхарму, мужчина достигает состояния артхи. Артха – это материальное благополучие, это достаток, это изобилие. И оно приходит только тогда, когда все виды дхармы выполняются правильно. Если у вас в жизни сбой с деньгами, со здоровьем, с отношениями, вы не выполняете своих функций. Вот и все. Не надо бежать на курсы и узнавать, как реализовать свое желание. Нужно задуматься, как мне правильно выполнить функцию, чтобы все пришло в изобилие. А функция мужчины по отношению к женщине заключается в том, чтобы уметь делать ее счастливой. Но как он сможет делать ее счастливой, если у нее постоянные к мужчине претензии? Если она пытается его обучать, поучать, то он и рад был бы этого сделать. Но энергия получает другой ход, и она начинает ломать мужчин. А вот когда женщина принимает мужчин, когда она не просто ему чего-то учит или пытается его исправить, когда она знает, как управлять этой энергией, вот тогда все происходит в соответствии с космическим законом. Мужчина, выполняя свою дхарму, выполняя свое социальное предназначение, переходит к арте, я уже сказал, материальное благополучие и достаток. Когда он это имеет, ему необходимо понять, что такое кама. Кама – это удовольствие. Это третья ступень. И это удовольствие не связано с интоксикацией. Оно не связано с приемом алкоголя, наркотиков, табака и других видов интоксикации. Кама – удовольствие. Ее можно и необходимо получать, это удовольствие, от общения, от пищи, от путешествий, от занятия любимым делом. Огромное количество проявлений этой камы можно достичь в социуме. Смотрите, слово «кама сутра», вот не слово, а такое понятие «кама сутра» тоже берет свое начало именно из этого понятия. Кама – наслаждение, удовольствие. И человек пришел для того, чтобы выполнить свой долг, для того, чтобы достичь процветания, получить удовольствие. А следующая, четвертая ступень называется «мокша». Это непривязанность, это единение с нашим источником, с разумным квантовым полем и пространством. Достигая всего в этой жизни, мужчина остается непривязанным ни к материальным ценностям, которых у него много, ни к каким другим объектам, в том числе даже к членам своей семьи. Но он им может правильно служить. А функция женщины заключается в том, это главное предназначение женщины, главное предназначение женщины заключается в том, чтобы помочь мужчине в его максимальной реализации. А максимальная реализация мужчины, еще раз, он достигает в профессии высот, он оставляет свой род, он продолжает свое потомство через женщину, он достигает духовных вершин. Вот его максимальная реализация. У него много денег, у него есть много богатства, и в этом нет ничего зазорного, но все это гармонично. У него есть дети, которым это все может передать, и у него есть понимание того, что физическое воплощение в этом мире является всего лишь частью существования человеческого сознания. Вот какой полноценный и мощный процесс. Еще раз зафиксируйте это. Цель мужчины достичь максимальной реализации в социуме и в духовной жизни, а цель женщины помочь мужчине в этой реализации, и тогда она проявляет свою божественность. Мужчина все время заботится о женщине, поддерживая ее состояние счастья. Женщина чувствует себя счастливой каждый день в жизни. Она разрешает мужчине идти своим путем, и ее любовь и интуиция оберегают. Но даже если она чувствует, что что-то нужно сделать иначе, она не поучает мужчину, а мягкими, грамотными словами рассказывает о том, что она чувствует. Но решение при этом принимает мужчина. Это настолько гармонично, это настолько замечательно, потому что оба человека продолжают развиваться. Они развиваются во всех сферах. И мужчина, и женщина знают, что необходимо развиваться в семи сферах. И Торсистам учит развитию в этих семи сферах. Это духовная сфера, в которой есть у человека свой интеллект, духовный интеллект. Это физическая сфера, это эмоциональная сфера, это умственная сфера, это творческая сфера, это финансовая сфера. Если вы лучше изучите программу Торсистам, вы будете понимать, в каких сферах необходимо совместно развиваться для максимальной реализации. Жизнь становится яркой и многогранной. В ней просто нет места конфликтов. Есть задачи, которые решаются ярко, интересно. И эти задачи только способствуют развитию, росту и влиянию этой семейной пары и проявлению силы рода. Женщина знает, женщина-веста знает, что никогда ее мужчина не достигнет максимальной реализации, если у него нарушены энергетические каналы с родом. И она их укрепляет своим отношением, своими практиками. Женщина знает, когда нужно благословить своего ребенка, своих детей. Потому что если не происходит этого благословения, то в семье начинаются конфликты. Детей можно благословлять с 8-летнего возраста, и мы будем давать эти практики. Это важнейшие практики, потому что иначе происходит энергоинформационный сбор. Мужчина и женщина, представьте себе эти яркие, глубокие личности, которые изучают духовные знания, писания, которые изучают сегодня современные научные аспекты, которые понимают, что мы живем в социуме, где все стремительно изменяется, но базовые, главные ценности остаются прежними. И они остаются прежними уже тысячелетия. У них есть общие интересы, у них есть общие цели, и у них есть общие ценности. Вот тогда этот союз становится действительно по-настоящему гармоничным. Именно о том, как его поддерживать, как снимать напряжение, как служить друг другу, как прикасаться друг другу, как перевести свои отношения в режим наиболее высоких вибраций, и рассказывает Торсистов. А на нашем удивительном фестивале, который будет проходить в Санкт-Петербурге, несколько часов будут посвящены практическим занятиям и конкретным рекомендациям для того, чтобы в нашей жизни, на нашей планете, в России было как можно больше гармоничных и счастливых пар. Я желаю вам, если вы выбираете путь развития, если вы не хотите отдавать свою энергию хейтерам, социальным паразитам, энергетическим паразитам, то берите эти знания, берите их из любых систем, черпайте их откуда только возможно. Главное, берите, становитесь существами мудрыми, осознанными, живущими на высоких вибрациях. Но если хотите сэкономить свое время, то возьмите это как систему, потому что эта система собиралась более 35 лет, и она превратилась в такую четкую, глубокую, мощную модель, как таблицу умножения. Фактически, Джейл Торсистов – это таблица умножения успеха человека, настоящего успеха. Не просто списка социальных достижений, а успеха, который во всех сферах проявляется. Будьте счастливы, будьте успешны. До встречи на высоких вибрациях, до встречи в Санкт-Петербурге.